Сейчас моя любимая презентация хулиганская, хулиганская, я ее очень люблю. Значит, я ее назвала так, только факты, ничего кроме фактов. Это такая самая неожиданная презентация. Имя Маргарита переводится как «жемчужина». Какие у нас вот ассоциации, да? Жемчужина прячется в раковине, мы ее не видим. Внешне любящий муж, внешнее благополучие, квартирный вопрос. Перед Маргаритой не стоит, он решен. У нее есть домработница, у нее есть красивые вещи, и при этом у нее в глазах абсолютное и невиданное одиночество. Кроме этого, жемчуг у нас ассоциируется еще с луной, а луна ассоциируется с магией. И внешность Маргариты необычна не только красотой. Она видится автору чуть косящей на один глаз ведьмы, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек. Есть сайт, я его указываю. На этом сайте есть цитатная характеристика всех героев. Тоже, если нам по какой-то причине не очень хочется или некогда собирать вот эту цитатную характеристику про героя, мы можем воспользоваться этим сайтом. Тоже я на этом не останавливаюсь, но есть возможность собрать все про Маргариту. и с точки зрения внешности, и с точки зрения черт характера, и с точки зрения происхождения. То есть есть все. И вот есть один такой миф. Абсолютное большинство иллюстраций, и киношная Маргарита Николаевна, она с длинными волосами. А на самом деле Булгаков пишет, что у нее были короткие завитые волосы. Дальше еще укажет, что эта завивка была парикмахерской. И только после того, как Маргарита Николаевна намазалась кремом из озелла, эта парикмахерская завивка развелась, а волосы стали видеться естественно. Вот русским языком написано «короткие завитые волосы». Почему так меняют образ Маргариты, не знаю. Но вот самая знаменитая киношная Маргарита у нас с длинными волосами. И тут я позволила себе так вот углубиться в женские штучки. В 20-е годы действительно... То есть о чем говорит вот эта короткая стрижка? Ну, пишет автор, это важно. Появилась мода на короткие стрижки. Причем появилась она, вот эта короткая стрижка, не только как необходимость, потому что понятно, что во время войны у женщин не было возможности и не было часто средств для ухода за волосами. Но мы говорим не о том, когда подстригались из-за необходимости. Мы говорим о том, когда подстригались из-за своих эстетических предпочтений. Так вот, короткая женская стрижка – это такой символ эмансипации прав, которые получила советская женщина. И советская мораль короткой стрижки относилась очень лояльно. А вот что отрицала, так это завивку волос щипцами, потому что она отнимает очень много времени. Но не должна советская женщина несколько часов или несколько час тратить на завивку щипцами и несколько часов тратить на парикмахерскую завивку. Потому что парикмахерская завивка в то время, вот я не оговорилась, она действительно занимала несколько часов. Вот завивка – это неправильный подход женщины. Вот одна стрижка, очень известная, которая была популярна в 20-е годы, 20-го века. Такой вот стиль сразу вырисовывается. Вот они такие, женщины с короткими стрижками. И вот эти 20-е и 30-е годы, они оказались настолько золотым веком для коротких стрижек, что даже дамы с длинными волосами старались так укладывать волосы, чтобы создавать иллюзию короткой стрижки. Вот настолько. Появилась стрижка, которая так и называлась, русская. Вот та стрижка, которую я до этого показывала, это немцы придумали технологию этой стрижки. И вот эту короткую стрижку стали укладывать щипцами. Причем на коротких горизонтальным методом, на длинных вертикальным методом. Сейчас посмотрим, как это выглядит. И было два способа завивки. У Маргариты парикмахерская завивка. Было два способа завивки. Когда я говорю о том, что завивка занимала от 5 часов, вот это абсолютная правда. Видите, вот тебя подключали к такому аппарату, это было на самом деле еще небезопасно. И холодный способ химической завивки появился только в 35-м году. И на протяжении 30-х и 40-х годов оба вида завивки пользовались просто сумасшедшей популярностью. Вот она горизонтальная парикмахерская завивка на короткие волосы, чтобы мы так примерно представляли, как же выглядит Маргарита. Цена за сеансы завивки была достаточно высокой. То есть это не каждая женщина могла себе позволить. И мы с такими прическами видим, как правило, актрис. Тут немножко об истории парикмахеров. А теперь еще про брови. Потому что у Маргариты Николаевны брови становятся тонко выщипанными, к концу тонко выщипанными. И мне просто было интересно узнать, как относились к тонко выщипанным бровям. Потому что я помню, когда я первый раз в жизни своей, в молодости выщипала брови, моя мама была очень недовольна, и в мой адрес полетели самые крепкие эпитеты. То есть в моей молодости женщина с выщипанными бровями как-то так ассоциировалась не самыми положительными качествами. В 20-е годы носили не просто тонкие, носили, извините за слово, но носили, не просто тонкие брови, а очень тонкие. И многие даже выщипывали, многие даже выщипывали брови и рисовали их себе карандашом. Вот такой образец для подражания. Это Марлен Дитрих. В 30-е годы, когда скорее всего происходит действие Романа Булгакова в середине 30-х годов, брови становятся чуть шире и становятся такими трагически изогнутыми. А в 40-е годы, после войны, во всем мире культивируется образ женщины-матери, хранительницы очага, уже никто тут себе ничего не выщипывает, в тренде такая естественность. Но и как раз, как у Маргариты становятся брови, они тонко выщипаны к концу, и вот этот тонкий кончик мог доходить даже до самого виска. То есть примерно так. И после вот этих тонких бровей 30-х, 20-х, 30-х годов это было очень необычно. Теперь у меня к вам вопрос. То есть короткая стрижка, такой признак эмансипации, выщипанные брови. Вот у меня вопрос. Маргарита курит? Как вы думаете? Нет. Нет, еще с улыбочкой. Ну вот приятно иметь дело с аудиторией, которая въебательно читает текст. Да? Вот прическа Маргариты, вот парикмахерская завивка и папироса в руках, потому что не было сигарет. Смотрите, что пишет Бугаков. Полный беспорядок в комнате, скомканное белье валялось просто на полу, рядом раздавленное волнение коробка папирос и пепельница, в которой дымил окурок. Тут же висит черное вечернее платье. Муж командировки, домработница не в спальне. Дымящийся окурок – это окурок Маргариты, больше не чей. И надо сказать, что курение, женское курение в это время считалось абсолютно нормальным явлением. Абсолютно нормальным. И у нас опять появляется слово эмансипация. То есть вот это один из признаков женского равноправия. Это такой новый стандарт женственности этикета. И в 20-е и 30-е годы считалось дурным тоном не предложить даме сигарету. Простите, не сигарету, папиросу. Сигарет не было, папиросу. Но Америка, которая в рекламной деятельности впереди планеты всей, она представляет, связывает с курением шик, красоту, независимость и равноправие. У нас идет такая красивая-красивая реклама. Что происходит у нас? В Советском Союзе ситуация, как ни странно, была схожей. То есть смотрите, мы рекламируем папиросницы из Массельпрома. Сейчас посмотрим, когда существовала эта организация. Мы рекламируем папиросы. Вот Массельпром с 22 по 37 год. То есть нас этот временной промежуток очень устраивает. Идет реклама, в чем рекламирует женщина табачные изделия. Вот это мне очень нравится. Я на секунду остановлюсь. Вы посмотрите, как назывались папиросы. И поймете, что женское курение. С нему относились не просто как к нормальному явлению, а я бы даже сказала, его пропагандировали. Особенно мне нравится вот эта резвушка или резвушка, не знаю, как сказать. В Америке проходит марш курильщиц. И главное, внешняя, внешняя главная посылка, главный посыл этого марша сигарета называла папироса, называлась факелом свободы. Это символ нашего равноправия. Но на самом деле, это, кстати, тоже интересно детям рассказать, на самом деле очень интересная предыстория. Владелец табачной фабрики, которая выпускала сигареты Lucky Strike, он озаботился тем, что женщины, если курят, то они курят чаще всего дома или где-то в кафе за закрытыми дверями. А надо сделать так, чтобы они курили везде и всюду. И тогда естественно они будут покупать табачные изделия гораздо больше. И он дал задание своему такому пиарщику, говоря современным языком. И этот пиарщик придумал вот этот марш курильщиц. То есть любой марш кому-то нужен. И дошли же до того, что в рекламе табачных изделий стали использовать детей. Вот этот ребеночек, например, говорит, может быть, перед тем, как ты начнешь меня ругать, ты покуришь, успокоишься, удобришься, и все в нашей жизни будет хорошо. То есть это я все к тому, что вот эта деталь, курящая Маргарита Николаевна, это такая, на мой взгляд, деталь важная. Потому что для женщин курение такой акт практически символический. Это акт самовыражения, это символ освобождения, это символ равноправия. Посмотрите на название сигарет, фемина. Они тоже были без фильтра, папиросы, все время путаю, папиросы. Они были без фильтра, но золотой полоской, чтобы так красиво женщина брала накрашенными губами сигарету, чтобы помада оставалась на этой золотой полоске. Вот у нас есть такая Маргарита, у которой короткие завитые волосы. Причем это парикмахерская завивка. У нее остро отточенные ногти, Татьяна отвечу, ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови, черное вечернее платье, она курит папиросы, и у нее полные решимости глаза. Смотрите, какой цельный образ. Вот очень цельный образ, очень цельный образ. И мне кажется, очень такой говорящий образ. Женщина решительная, женщина, которой принято применять эпитет, эмансипированная, и вот тоже не очень ассоциируется с такой вот безропотной вот женщиной, которая вот живет только для того, чтобы служить любимому человеку. Маргарита Николаевна живет в прекрасном особняке в саду в одном из переулков Арбата. И несколько раз говорится в тексте, что это готический особняк, и все пять комнат в верхнем этаже этого особняка, вся эта квартира в полном ее распоряжении. сейчас коллеги я отвечу, сейчас отвечу, значит Татьяне отвечу, Татьяна, у вас не может быть вкуплен материале этой презентации, потому что я ее делала две последние ночи. Это раз. Мы решим с Юлией Петровной как сделать так, чтобы люди, которые купили презентации, могли вот эти дополнительные материалы получить, поэтому не переживайте. Это раз. да, вот я к сожалению тоже это обнаружила, но решила, что 19 часов, что это указано было местное время на сайте. Значит, коллеги, давайте договоримся так. Я считаю, что вот эти, то, что я говорю, в принципе, можно слушать с любого места, да, потому что у нас тут еще такие две очень интересные темы, но у нас же через несколько часов, а завтра точно появится запись семинара, да, и вы можете все это послушать. То есть вы сейчас, если с нами останетесь, я буду очень рада. Извините, что так получилась такая накладка, да, но все есть в записи, это все абсолютно доступно и абсолютно бесплатно. Мне можно задать любой вопрос и здесь, и Юлия Петровна создала нашу группу ВКонтакте, поэтому я думаю, что трагедии в этом не случилось, и мы сейчас продолжим, потому что все-таки, да, я все время говорю о том, что речь идет о людях, которые знают текст, и мы можем так вот вписаться с любого места. Я сейчас просто уже, раз уже отвлеклась, то я скажу, я просто смотрю на часы и с ужасом думаю, что я о вас опять неприличное время мучаю, но вот я думаю, что мне осталось так еще минут 20-30, чтобы закончить разговор о Маргарите. если вы планировали, что вы освободитесь раньше, я нисколько на вас не обижусь, если вы исчезнете, потому что я все понимаю, я сама смотрю вебинары по ночам и в записи, поэтому я все пойму, но хочется сказать, мне правда, я вот эту презентацию делала последние две ночи, мне очень хочется поделиться, не могу ее исключить. Значит, Маргарита Николаевна живет в прекрасном особняке, в одном из переулков Блиссарбата. Особняк этот несколько раз Булгаков называет готическим. В Москве, где остро стоит квартирный вопрос, Маргарите принадлежат все пять комнат в верхнем этаже, представляете, весь верхний этаж особняка. Что еще мы узнаем про этот особняк? Что вокруг него есть отдельный сад, что у него есть очень приметная деталь, трехстворчатое окно, и есть газовый фонарь, но тут указаны названия московских улиц, еще раз нам говорят про готический особняк. То есть, все, что говорится. Двухэтажный готический особняк в одном из переулков вблизи Арбата, есть отдельный сад, он отгорожен решеткой, и есть приметная деталь, большое трехстворчатое окно. Указания на какой-то конкретный переулок нет, но есть важное уточнение. Неподалеку от дома Маргариты есть нефтелавка. И более подробно про эту нефтелавку еще сказано будет во время полета Маргариты. И вот, покосившейся дверью нефтелавки, это нефтелавка в заштопанном кривом и длинном переулке, и третий переулок вел прямо к Арбату, то есть вот все это указано. Ну, и как вы думаете, чем занимаются люди, увлеченные романом мастера Маргарита? Они занимаются поисками этого особняка и страдают очень. Почему? Потому что нет домов, которые бы отвечали всем заданным критериям. И, в общем, многие сходятся на той мысли, что этот особняк такая своеобразная компиляция, что на самом деле Булгаков взял и списал какие-то детали с двух или даже трех особняков, но народ ищет. И есть четыре основных претендента, архитектурных претендента на то, чтобы называться особняком Маргариты. Вот этот особняк даже снимался в фильме, но не в фильме Бортко, а в фильме Юрия Кары, у которого такая незавидная судьба. Но вот по версии съемочной группы этого фильма Маргарита жила именно здесь. Это особняк на Остоженке, но к готическому его отнесли, видно, за счет вот этих архитектурных деталей. и вот такой он был красивый. Стояла огромная фигура льва, на которую приезжал смотреть весь город. Да, вот в фильме Юрия Карра героиня живет именно здесь. Есть еще один особняк, да, это особняк, который построил Савва Морозов, да, известный нам для своей жены. Он тоже двухэтажный, вот он точно готический, он имеет отдельный сад, отгороженный решеткой. И вот смотрите, сейчас, чтобы вы понимали, в Москве в этом доме находится дом приемов Министерства иностранных деталей. Я не могла выбрать какую-то красивую фотографию, мне, кажется, хотелось его показать со всех сторон, такой шикарный совершенно. Вот здесь особенно, мне кажется, ясно видно, какой он большой и какой он готический. Единственное, в чем особняк Морозовый не совпадает с описанием дома Маргариты, это его расположение. Но это версия одних исследователей, они говорят, ну как же расположение. Булгаков пишет, что в Арбатских переулках находится дом Маргариты, а этот дом находится не так далеко от Арбата, но не на Арбате. И вот тут начинается, мне просто было безумно интересно вам показать, как кровотливо люди работают с романом. Что важно понимать? Что сейчас и тогда это не одно и то же. И то, что мы сейчас называем Арбатом, в начале 20 века Арбатом не называлось. Была Арбатская часть Москвы. И вы увидите, что они даже территориально расположены рядом, но это не одно и то же. Арбат топонимический, который сейчас Арбат и Арбат исторический это разные вещи. Московский Кремль находится тут рядышком, как ориентир нам всем понятным, а вот тут я не могла одной фигурой обвести, поэтому вот между Тверской, улицей Арбат, Садовым кольцом и Бульварным кольцом вот здесь находилась часть города, которая так и называлась официально Арбатская часть. И парадокс в том, смотрите, вот идет улица Арбат, и парадокс в том, что сегодня Арбатские переулки это те переулки, которые идут южнее Арбата. Вот здесь все гуляют, вот про эти Арбатские переулки сочиняют стихи и песни, а Арбатская часть историческая, она находилась, она как раз ограничивалась Арбатом, вот все, сюда вниз шла уже другая часть, которая к Арбату не имела никакого отношения, да, почему я об этом говорю, потому что все же спорят, где жила Маргарита, и когда показывают вот этот шикарный готический огромный дом, все говорят, ну это же не в Арбатских переулках, да, он не в Арбатских переулках, но он находится на территории исторической Арбатской части, да, идти тут пешком вот меньше двух километров, и получилось сейчас так, что когда проложили улицу Новый Арбат, то сообщение между вот этой южной частью, где сейчас все гуляют, и исторической частью Арбата, оно так как-то разорвалось, и вот по этой северной части сейчас никто и не гуляет, но тем не менее исторически этот особняк действительно находится на Арбате, да, я избавлю вас, вот я просто на секунду задержусь, чтобы потом могли в записи остановить и прочитать эти слайды, да, это очень интересные примеры, которые приводит Барков, доказывая про то, что надо смотреть не то, что сейчас называется Арбатом, а то, что раньше называлось Арбатом, да, и есть очень интересный сайт вот про такие типично московские ошибки, да, мне очень понравился этот сайт, но вот если будет время, посмотрите, кому интересна история Москвы, вот, но это я все пропускаю, потому что я много времени потратила на то, чтобы вот это все рассказать вам, чтобы самой понять и рассказать вам просто, то есть получается, да, вот одни исследователи говорят, ну подождите, это же не Арбат, другие говорят, нет-нет-нет, извините, это исторический Арбат, но у меня возникает только один вопрос, вот сказано в тексте, что Маргарита была женой очень крупного специалиста, который сделал важнейшее открытие государственного значения, и вопрос у меня только один, это что такое надо было открыть, чтобы тебе дали возможность занимать весь этаж вот этого дома, вот что ж такое надо было открыть, то есть меня смущает величина этого дома, для меня странно, что половина, да, то есть Маргарита занимала весь этаж с мужем, вдвоем с мужем и с домработницей, одна вторая дома, где сейчас Министерство иностранных дел ведет свои приемы, одна вторая часть этого дома это квартира советского специалиста, то есть то есть у меня вот это вызывает вопрос а не местонахождение еще один момент интересный вот в двадцатом году то есть Москва раньше до революции и чуть позднее революции действительно делилась не на районы а делилась на части они так и назывались если посмотреть на историю административного деления Москвы мы увидим все эти части в том числе и арбатскую часть но в двадцатом году уже Москву разделили на районы сначала на семь в двадцать девятом году добавилось еще четыре новых района потом они еще увеличились и в тридцать шестом году в Москве уже были не части а двадцать три района вот мог ли Булгаков проигнорировать этот факт и посчитать что это действительно вот старый арбат и там разместить особняк Маргариты с одной стороны мог потому что мы же часто мы не можем сразу в один день перейти на другое название да мы очень часто я до сих пор уже 20 лет прошло после переименования я до сих пор питерские улицы называю так как я привыкла в детстве и в юности да то есть мы не можем быстро перестроиться поэтому с одной стороны мог с другой стороны вот это для меня потрясающий тоже факт смотрите как Булгаков относился к деталям в предыдущей рукописи романа говорится Маргарита летит и при самом влете на сияющий арбат ей преграждает дорогу освещенный диск с черной конской головой вот этот освещенный диск с черной конской головой это дорожный знак образца 27 года знак который запрещал движение извозчикам что у нас есть в окончательной редакции романа что мы сейчас читаем вот этот диск с черной конской головой превращается в диск на котором была нарисована стрелка стрела вот эти знаки со стрелками появились только в 37 году их раньше просто не было и вот это потрясающе в 37 году появляется новый знак и Булгаков тут же меняет текст вот при таком скрупулезном отношении к тексту мог он проигнорировать что изменилось название целого района но это вопрос я не знаю на него ответа это просто вопрос еще один претендент на особняк Маргариты да вот он этот претендент на особняк вы можете сказать что нет сада но сад раньше был но я не буду рассказывать про всех кто претендует называться особняком Маргариты но я нашла потрясающее исследование я вот я даже мне в голову не могло прийти что такое можно этим заниматься человек проанализировал все упоминания о лунном свете в романе установил где когда с какой стороны этот свет освещает Маргариту Николаевну полностью а где только лижет ее с правого бока изучил все фазы движения луны и устроил каждому особняку такой своеобразный лунный тест зная время в которое Маргарита там четко же указано в какое время Маргарита вылетает и как ее освещает свет и вот человек проделал потрясающую работу я не буду вдаваться в астрономические подробности потому что честно говоря я там не поняла половины важен результат он доказывает что некоторые особняки которые называют как место жизни Маргариты они не могут отбрасывать тень так как это описано в романе и вот не выдерживает этот лунный тест вот те особняки о которым я вам рассказывала и занимаясь вот этой литературе ведческой астрономией или астрономическим литературоведением он приходит к выводу да вот прям цитирую из текста он так и говорит очаровательное место всякий может в этом убедиться если пожелает направиться в этот сад пусть обратится ко мне я скажу ему адрес укажу дорогу особняк еще цел до сих пор и вот он называет адрес этого особняка который находится на Причистинском переулке в доме 10 да и даже раскопал старые чертежи на которых ну понятно что этот особняк полностью проходит лунный тест и тень падает как надо и даже раскопал старые чертежи и фотографии где показано что вот он газовый фонарь а Булгаков описывает свет от этого газового фонаря в романе тогда возникает вопрос один но что-то не очень похож на готический да потому что у нас есть четкие элементы готической архитектуры и вот мы бы сразу да есть здание про которое мы бы сразу сказали что это действительно готика но дело не в этом вот меня потряс подход вот удивительный роман который порождает удивительный подход все эти человек додумался проверить все дома по той тени которую они отбрасывают в лунном свете и проверить это совпадение в романе и когда и когда вот мы говорим о том что он не готический же но вот автор этого исследования он предусмотрел и наш скепсис он говорит а вот не надо хвататься за то значение слова к которому мы все привыкли потому что готический особняк по мнению автора это вообще очень странное сочетание почему потому что готические сооружения были либо культовыми да либо религиозными либо по назначению либо по тематике да и как он говорит я не проверяла вот это я на него ссылаюсь как он говорит в Москве нет ни одного готического особняка это либо неоготика либо псевдоготика либо какая-то стилизация под готику но если рассмотреть прилагательное готический да которое происходит от итальянского готика и рассмотреть это слово в его историческом значении то историческое значение этого слова непривычное или варварское и я действительно я проверила я проверила по словарю иностранных слов Я проверила по Википедии. Действительно есть такое историческое значение слова. И дальше в своем блоге там человек действительно доказывает, почему этот особняк необычный. Это именно вот тот исследователь, который проверяет, а какие ходили троллейбусы, а могла ли Маргарита доехать там за несколько минут до Александровского сада. Именно он нашел вот всю эту историю с дорожными знаками. Это даже не буду. Я сейчас просто по секундочке остановлюсь на каждом слайде, поскольку уже раз начала говорить про историю табака, и так получилось, что влезло как-то, ну не могу сказать, что очень глубоко. Но на самом деле вот одна из причин, почему курение у табака в начале 20 века, в послереволюционное время, во время послевойны относились очень лояльно, причина эта очень простая, потому что табак и алкоголь – самые доступные дешевые средства психологической реабилитации. И человек может прожить без мяса, без сладкого. Микоян говорил, что махурка – это наша оборона. Не хотим, чтобы были бунты, хотим, чтобы в стране все было в порядке, значит, должен быть табак и должна быть водка. И только, только уже, когда нам говорят, да, в послевоенное время опять была либеральная политика в отношении табака и алкоголя, и только уже в 60-е, 70-е годы в фильмах, вот вспомните в фильме «Москва слезам не верит», вот такая самая неположительная героиня, вот она появляется с сигаретой в руках. И вот с этого времени как-то нам начинают так весьма осторожно говорить. Вот. То есть, смотрите, такая история. Марго с короткой стрижкой, с парикмахерской завивкой, с выщипанными бровями, с тонкими заточенными ногтями, с папиросой в руках. Ну, такой образ боевой подруги. Да. Так, сейчас, секунду. Значит, коллеги, я вот еще раз говорю, я понимаю, меня уже ругает моя семья, что я злоупотребляю вашим терпением, но я не могу ни от чего отказаться, поэтому я еще раз повторюсь, если у кого-то вот есть какие-то дела, вы всегда это можете посмотреть в записи, потому что мне стыдно, что у меня всегда так надолго. У нас осталось три небольшие темы. Маргарита ведьма, встреча Маргариты с Азазеллой и тема Бала. Значит, я в этом плане даже эгоистично радуюсь, что кто-то к нам только что присоединился, потому что я убью двух зайцев. И этим людям будет хорошо. А кто уже устал меня слушать, он может немножко отойти и потом вернуться к записи. Вот отдельная такая история Маргарита ведьма. Почему отдельная история? Мы нигде не видим в романе, чтобы Маргарита обращалась к Богу. Вот к дьяволу это, пожалуйста. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое, потому что я действительно вот какие-то презентации, вот еще раз говорю, почему их нет в комплекте, потому что комплект, который вы приобретаете, он делался для детей. Я по нему проводила семинары для детей. Но я не могу себе позволить, готовя семинары для коллег, вот оставить все на прежнем уровне. Поэтому есть какие-то добавления, да. Есть такие добавления, которые меня уводили очень далеко. И есть какие-то открытия, которыми мне действительно очень хочется поделиться. И это не значит, что это надо все давать нашим детям, да. Но хотя бы для себя понять, что при перечитывании романа обратить на это внимание, мне кажется, это очень важно. Значит, Маргарита нигде не обращается к Богу, хотя, судя по ее возрасту, да, она наверняка должна быть крещена. Просто иначе и быть не может, да. Если мы говорим о том, что действие романа происходит где-то вот в середине 30-х годов, Маргарите 30 лет, то есть она родилась в 105-й, 907-й год. Она не могла остаться некрещенной в то время, просто не могла. Но она к Богу нигде не обращается. А раз она крещена, то у нее есть небесная покровительница. И что это за небесная, то есть ее ангел-хранитель? И это Маргарита Антиохийская. Маргарита Антиохийская за твердое следование христианской вере была подвергнута жестоким истязаниям. И в житии вот этой самой Маргариты есть уникальный эпизод. Маргариту бросают в темницу. И она взмолилась, да, она молилась Христу, чтобы тот послал ей окончательное испытание веры. И она призывает к себе сатану. Для чего? Чтобы силой своей веры его побороть. Ну, сатану призвали, он явился. Явился незамедлительно в виде гигантского змея-дракона, девушку проглотил. Но крест, которым осеняет себя Маргарита при виде сатаны, обладает таким могуществом, что в череве сатаны он расширяется, разрывает этого дракона, и Маргарита является на свет живой и невредимой. И вот на греческих иконах Маргариту Антиохийскую изображают вот так вот. Она тут так ласково гладит уже не страшного, не опасного сатану, которого она победила. Да, сатана этот присмыкается у ее ног. То есть, согласитесь, история интересная. Значит, у нас есть святая покровительница Маргариты Николаевны, которая призывает дьявола для того, чтобы его побороть и всему миру показать силу своей веры в Бога. И у нас есть ее земная подопечная, Маргарита Николаевна, которая в годовщину своего знакомства с возлюбленным, ведомая мистическим чувством и верой в перемену, восклицает. Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет. То есть, она тоже призывает дьявол, но вот все-таки с другой целью. И мы уже говорили с вами о том, что общение с дьяволом не оставило на Маргарите никакого негативного отпечатка, да. И если мастер, уже зная, что Воланд в Москве, и он все равно, встречаясь с Воландом, говорит, ну не-не-не, вот все-таки было гораздо спокойнее считать вас плодом галлюцинации, да. Опомнись, говорит Маргарита, опомнись, какие галлюцинации. Вот, с нами, ура, мы счастливы, да. То есть, Маргарита вот эту встречу с сатаной выдерживает стоически. И Маргарита ведет двойную жизнь, не только ситуативно, да. Вот в чем эта двойственная жизнь, ситуативно. У нее есть муж, у нее есть мастер, да. И я употребляю слово любовник, потому что, когда Маргарита просит Воланда, да, вот второе желание, да, она говорит, я хочу, чтобы мне сейчас же, сию минуту вернули бы моего любовника-мастера, да. То есть, я цитирую Маргариту. То есть, это двойная жизнь по ситуации, это раз. И это двойная жизнь по ощущению своей природы. И вот, когда принято говорить, что, пропустила букву, что Маргарита стала ведьмой, да, вот я зачеркиваю это стала и говорю, была, не стала, а была, потому что первое появление Маргариты сопровождается каким текстом? Она еще не знает мастера, она еще не знает Воланда, она никого не знает. Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек, что нужно было этой, чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда мимузами? Ну, слово-то названо. Еще раз повторю, она даже еще не встретилась с мастером. Вот что нужно было этой ведьме, которая вышла из своего готического особняка, да, и готика у нас тоже ассоциируется, ну, с такими, не с ярко выраженными православными девушками. Вот выходит, эта ведьма из своего готического особняка украшает себя мимузами, про эти мимузы сейчас поговорим, да, и вот она Маргарита Жемчужина, внешняя, да, женщина, жена крупного специалиста, а внутри невидимая всем, такая ведьминская сущность, да. И вот эта мимуза, которая вот Маргарите не дает покоя идолы золотые, а мне не дает покоя мимуза. Почему? Мы четко знаем, Булгаков указывает, что действие происходит в мае. Неоднократно говорится, там, в этот страшный майский вечер, да, плюс, говорится, это пахнет сирень, уже пахнет сирень, видите, такой разгул сирени. И мастер выходит гулять и видит Маргариту с какими-то желтыми цветами, которые первые появляются в Москве. Вот почему первые появляются в Москве. Мимоза действительно первая появляется в Москве, но никак не монтируются сирень и мимуза. Согласитесь, мимоза цветет в наши зимние месяцы, это примерно середина февраля. И время мимозы, когда заваливают нас всех этой мимозой, у нас она растет только на Кавказе, это время как раз март, да, февраль-март. У нас май, причем конец мая, и безумно пахнет сирень. Но как здесь появилась мимоза? Я не могла успокоиться. И вот, смотрите, мало того, что это такое дерево-перевертыш. Почему? Потому что то, что мы называем мимозой, вот она на самом деле мимоза. Вот то, что называется мимозой у ботаников. А то, что мы называем мимозой, называется акация серебристая. Да? Такое, то есть тоже такое дерево, которое живет двойной жизнью, да. У нас вовсю цветет эта сирень. Пять раз в 13 главе мастер употребит это слово сирень. Как будто мне в голову эту сирень вбивают. Запомни, запомни, тут все вокруг сиренью. Она идет с мимозами. И что интересно, вот когда Быков говорит, что есть фрагменты дурно написанные, смотрите, рассказ мастера, она несла в руках цветы. Эти цветы отчетливо выделялись на ее пальто. Она несла желтые цветы. Нравятся ли вам мои цветы? А вы вообще не любите цветов? Нет, я люблю цветы, но только не такие. Она бросила эти цветы в канаву, а я все-таки подал ей, но она оттолкнула эти цветы. Так и шли молча, пока она не вынула у меня из рук цветы, не бросила их на мостовую. И дальше вот и желтыми цветами в руках она вышла в тот день. То есть вот когда мастер говорит об этом, об этой детали, он везде употребляет слово цветы. Причем до навязчивости, но 10 раз в небольшом фрагменте текста. Но это любому бы нашему ученику мы уже поставили тут 5 речевых ошибок. А когда говорит повествователь, вот тут появляется слово мимузы. Что нужно было этой, чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною, мимузами. И вот это моя версия. Я могу сейчас уже уподобиться тому человеку, который за лунной тенью бегает и проводит лунный тест. Но мне не дает покоя-то мимуза. И я рискнула предположить, что это слово явно неправильное. Оно как вот зацепка, вот так же, как было в половине октября, чтобы потом мы не прошли мимо половины января, потому что мы так не говорим. Мы говорим середина октября и середина января. Зацепитесь, да, такой посыл Булгакова, зацепитесь за эту неправильность, да, рассмотрите ее, но зацепитесь за эту майскую мимозу. Откуда она тут взялась, да? То есть мимоза такой цветок-обманщик. Почему? Мы говорим цветок, а на самом деле это дерево. Мы говорим мимоза, а на самом деле акация. И эту мимозу несет женщина с двойной жизнью. Не жена, а любовница. Не женщина, а ведьма. И вот в фильме прекрасно Галибин дарит мастер, дарит Маргарите, ой, подает Маргарите букет мимозы. Я залезла, вам может показаться, что это уже все из серии. Называется «Подгоняю под ответ». Ну, вот так написано. Я залезла в символику акации, потому что у каждого цветка есть своя символика. Акация – это символ бессмертия, да, бессмертия души и возрождения. Из акации, оказывается, был сделан ноев ковчег. Из акации делаются раки для хранения святых мощей именно за счет ее долгожития, да. Плюс еще вечная зелень – это тоже символ бессмертия. По одной из версий, причем очень такой явный, из веток акации был сделан терновый венок Иисуса Христа, потому что терния – это же не растение, это просто шипы. И есть сорты акации с шипами, да. То есть это символ страдания. Акация, как ни странно, это символ посвящения в тайные знания и древний символ вот этих мистерий, да. И участники этих мистерий, этих культовых действий перед испытаниями несли с собой букеты акации. Она же символ плодовитости, потому что очень быстро растет. Она же из-за своего желтенького, миленького цвета является символом весеннего равноденствия. Почему для нас это важно? Вот мы с вами будем в следующий раз говорить, как высчитывается Пасха. Формула православной Пасхи – день весеннего равноденствия, который всегда в одно и то же время, 22 марта. Потом берется следующее за этим днем полнолуние. И следующее за этим полнолунием воскресенье – это Пасха. Поэтому Пасха каждый год в разное время, потому что полнолуние в разный день. Так вот, акация считается символом весеннего равноденствия. А для нас это очень важно. Это еще и символ чистоты и невинности. Это символ постоянности и неизменности, поскольку очень выносливое дерево. Вот на следующем я вообще была очень удивлена, потому что это считается растение мучеников слова. После истории, которая произошла с отчим царя Соломона, который не выдал своим ученикам архитектурный секрет, они его убили и так бросили на место его захоронения витку акации. И вот акация считается растением, связанным с мучениками слова. Плюс мы с вами прекрасно знаем, что акация – это символ праздника 8 марта. А если мы вспомним историю праздника, то праздник начинался с требования равноправия женщин и мужчин. Мы вспоминаем стрижку, папиросы и мимозу. То есть вот тут монтируется все совершенно классно. Я посмотрела на, как писали об этом празднике в 20-е и 30-е годы. В первой половине 20-го века этот праздник был посвящен в большей степени мужественным женщинам, достигшим успеха в мужских профессиях. И когда я вам говорю о том, что в этой паре мужчина-маргарита, вот это тоже очень подходит. И в романе это символ тревоги, то есть она несла эти тревожные цветы. То есть смотрите, вот это маргарита с мимозами, и вот эта вся символика, но на самом деле, на мой взгляд, подходит все. Вот подходит все. Душа бессмертна, только она будет не у Бога, она будет у дьявола в этом бессмертии. Плодовитость, может быть, это плодовитость мастера и тревога, и тайное знание, мученик слова и страдания, весеннее равноденствие, которое приведет нас к Пасхе, и мужественная женщина, и возрождение. Вот насчет постоянства и чистоты у меня большой вопрос, но я не стала уж подгонять под ответ и оставила все как есть. Вот какая символика есть, такая есть. Помним о том, что символ многозначен, и если 8 символических значений из 10 подходят к Маргарите, я могу, во всяком случае, предположить, что какая-то неслучайная мимоза, которая совсем не подходит Майю, но очень подходит Маргарите, просто очень подходит. И когда Маргарита, которую еще раз повторяю, была ведьмой, она знакомится с мастером, ее вот эта вторая природа начинает проступать все отчетливее. Но это действительно бывает так, что знакомство с каким-то человеком приводит нас к узнаванию себя. Мы что-то делаем для этого человека, мы как-то себя ведем, и мы открываем в себе какие-то новые черты. И вот эти ведьминские черты, они начинают проступать все отчетливее. Ей необходимо разрушить семью, ей необходимо уйти за пределы жизни, ей необходимо погибнуть. И вот несмотря на то, что окружающие не замечают в ней ничего особенного, потому что свои муки и страдания она на самом деле не показывает, плачет она только дома, свои порывы укращает, и внешне живет как все. Но несмотря на это, в ней вот такая бурная, какая-то вот иная жизнь. Она не живет той жизнью, в которой живут обычные москвички. И Воланд демонстрирует Маргарите свое могущество постепенно. Вот сейчас мы будем говорить про вещий сон, который ей снится, про омолаживающий крем, про роль Маргариты на балу, про то, что извлечен мастер и возвращена рукопись. Вот все к ногам королевы, которая и была ведьмой, и потом культивирует в себе вот эту ведьминскую природу. И Воланд постепенно в сердце этой ведьмы занимает место Бога. И она не про Бога говорит дважды, что он всесилен. Она говорит это про Воланда, что он всесилен. И вот, значит, сразу сказали, что это ведьма. Маргарита говорит, дьяволу бы заложила душу. И как только она это говорит, пожалуйста, хотите, все для вас, появляется Азазела. Но окончательно, вот эта ведьминская сущность в Маргарите проявляется тогда, когда она выражает свое полное согласие идти к черту на куличке. Причем, смотрите, трижды, вот как заклинание. Согласна на все. Согласна проделать эту комедию с натиранием мазью. Согласна идти к черту на куличке. Прям клятва такая. Вот на все согласна. Значит, всегда горел огонечек, сразу была ведьмой, но потом вот это ведьминское начало, оно уже становится осознанным. И когда человек говорит, все, дьяволу готова отдаться, тут и появляется Азазела. То есть все складывается, как нельзя лучше. И вот эта записка, которую пишет Маргарита мужу, из которой любят цитировать вот это «Я стала ведьмой», но если мы продолжим, «Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня». Но горе и бедствия, поразившие ее, это горе и бедствия, связанные с исчезновением мастера. То есть еще до встречи с Воландом, год прошел, да, до встречи с Воландом, ну, чуть меньше года, до встречи с Воландом. А просто это такая ошибка и такой миф. Вот Маргарита встретилась с Воландом, пообщалась с ним и стала ведьмой. Нет, Булгаков так не пишет. Это уже наша интерпретация. И вот, да, как я счастлива, что вступила с ним в сделку, да, и черт, поверь, мне все устроит. О, дьявол, дьявол! Не о, боже, боже! О, дьявол, дьявол! Придется вам, мой милый, жить с ведьмой. И это все вызывает у Маргариты полный восторг. Да, там обилие восклицательных предложений, обилие эмоционально-оценочной лексики, да. Ты действительно стала похожей на ведьму? Да, вот внешне проявились эти черты. Это да. Потому что природа стала, вот эта ведьминская природа стала более явной. Я не отрицаю, я ведьма, я очень этим довольна. Ну, ведьма так ведьма, вот и славно, и роскошно. И это тоже такая параллель с Фаустом, потому что Мефистофель подсовывает ведьму Фаусту, да. Когда Фауст говорит, жить без размаху никогда, Мефистофель говорит, о, вот значит, ведьме нужда. И мастеру подсовывают, да, который у нас тоже Фауст, и мастеру подсовывают свою ведьму, да. То есть вот эти параллели с Фаустом, они продолжаются. В черновиках романа, да, смотрите, что получается. На его глазах лицо отравленное менялось. Исчезало ведьминное косогласие и жестокость буйных черт. Значит, обратите внимание, ведьминские черты исчезают после того, как Маргарита умирает. Вот после вина, которое наливает Азазела, Маргарита и мастер умирают. И вот у этой мёртвой Маргариты исчезает ведьминное косогласие, жестокость и буйность черт, да. Аскал стал не хищным, ну, хорошее описание, да, такой Тургеневской девушки. Аскал стал не хищным, а просто женственным и страдальческим. Ещё, да, когда Маргарита уже оживает. Голая Маргарита скалила зубы. Её боятся животные, даже мистические. Когда коровьев подлетает к Маргарите, вот все они уже собираются улетать из Москвы, лошадь шарахается от неё, а Маргарита оскалив зубы смеётся. Вы можете возразить и сказать, ну, это же осталось в черновиках. Безусловно, это осталось в черновиках. Но вот такие фрагменты говорят о том, что не ассоциировался образ этой героини у Булгакова, не ассоциировался с чистым, романтическим, прекрасным, однозначным, светлым образом. Но есть просто ещё мой любимый отрывок из черновиков, как Маргарита хохотала, целовалась, опьянев, повалилась на диван. К ней прижалась девчонка лет 17, и прижалась так, что у Маргариты захватила дух, и ножкой вазы служил золотой фалос, и она трогает его, и она оживает в её руке. И заливаясь хохотом и отплёвываясь, Маргарита отдёргивает руку. Ну и так далее. Это всё прекрасно. То есть, ну да, это осталось в черновиках. Но не такая резкая трансформация образа. То есть вот эти черновики, они как раз говорят о том, что неоднозначно светлая королева Марго, как любят часто цитировать. Напоминаю вам, что в интернете полностью есть книга со всеми черновыми редакциями. И вот, кстати, вот этот лунный исследователь, посмотрите, какую работу человек проделал. Он перечитал все вот эти черновые рукописи и установил, что никогда, вот разные изменения Булгаков носил, но никогда не менялось место расположения особняка Маргариты. И вот он пошёл своей этой лунной дорожкой высчитывать все эти фазы стояния лунной. Ну, потрясающе. И ещё, ещё такой момент. Маргарита, именно Маргарита шьёт вот эту шапочку, про которую Барков говорит, что это скорее шутовской колпак. Именно Маргарита вышивает на ней вот эту монограмму. И эта монограмма, как мы понимаем, это такая перевёрнутая буква В. И вот, смотрите, получается, да, то есть я рассказала вот про эти составляющие образа Маргариты, вот теперь стало понятно про её ведьминскую природу. И почему перевёрнутая? Ну, потому что это перевёрнутая Маргарита антиохийская, да. Тоже присылают дьявола, но не для того, чтобы его побороть, а для того, чтобы ему отдаться, да, отдать для того, чтобы заложить ему душу. Мы и так приближаемся к концу. Маргарите снится сон. Значит, помним, в половине октября мастера арестовывают, в половине января он жмётся от холода в своём дворе, он отправляется сам в клинику, там он проводит время, и свита Воланда появляется в мае, да. Значит, в половине октября арестовали, с половины октября Маргарита не знает ничего, сейчас май. Маргарита никогда не видела мастера во сне, и вдруг ей снится сон, снится какая-то местность, да, неживое всё кругом какое-то, всё какое-то мутное. Вот если обратить внимание на все эти эпитеты, серенькое небо, мутная речёнка, безрадостные нищенские полуголые деревья, одинокая осина, ни дуновения, ни шевеления, ни живой души, вообще возникает желание повеситься. Это адское место для живого человека. И вдруг она видит его, он оборван, не разберёшь, во что он одет, волосы всклокочены, не брит, глаза больные и встревожены. Он манит её рукой, зовёт, и захлёбываясь в этом неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему, и в это время проснулась. То есть вот контекст, в котором Маргарита видит мастера, ничего, ни этого, ни этого, ни этого, нет никакой жизни. Тянет повеситься. Это первая тема. Там за речёнкой не то кухня, не то баня, не то чёрт его знает что. И вот эта баня, она, конечно, заставляет вспомнить рассуждение Свидригайлова о вечности, который видит вечность, как деревенскую баню, по углам которой пауки. То есть слово баня у нас уже как-то окрашено эмоциями в литературном контексте. Осина, дерево, которое было проклято, потому что не приветствовало младенца Христа, и плюс именно на осине повесился Иуда Искариот. И то, что видит Маргарита по атмосфере, по виду, она же не случайно, вот ощущение у неё возникает, ад для живого человека. И мы потом с вами скажем, что вот, пейзаж в следующий раз, когда будем рассматривать вот этот вечный дом мастера, мы там увидим практически такой же пейзаж. Две темы этого вещего сна. Встреча с мастером и тема смерти. И обратите внимание, что мастер в этом сне Маргариты, он уже за этой речёнкой. И вот эта тема реки, как водораздела классического между жизнью и смертью, она здесь начинает разыгрываться. Реальная клиника находится за Москвой рекой. Приют Воланда, этот вечный дом, отделён от остального мира ручьём. А вот эта баня, то ли кухня, то ли баня, на пороге которой стоит мастер, она отделена вот этой речёнкой. И вот когда Маргарита говорит, а прогнать меня ты уже не сумеешь, беречь твой сон буду я. Вот это угроза или это обещание счастья? Причём, смотрите, слово-то не сумеешь, уже не сумеешь. Вот ты уже настолько задавлен, порабощён, что ты уже не сумеешь. И я буду твой сон беречь. А вот что произойдёт с мастером после нескольких лет такого сна с Маргаритой, в следующий раз посмотрим. И вот Маргарита видит этот сон и просыпается с предчувствием, что сегодня наконец что-то произойдёт. И начинает в себе это предчувствие подогревать и растить. Я верую, я верую, что-то произойдёт. И дальше, смотрите, идёт такое краткое покаяние. Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайной жизнью, скрытой от людей. Но нельзя же за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, не бывает так, чтобы что-то тянулось вечно. То есть мастер исчезает, Маргарита меняет себя, она находится в состоянии неопределённости. Неопределённости, потому что с одной стороны она страдает, скучает, но с другой стороны она хочет свободу, она хочет так же, как Фридор, чтобы он ушёл из её памяти. Она видит вещи сон, обещающий эту определённость. После этого сна находится в таком мистическом состоянии. Она верует, верует, то есть это такое религиозное ощущение перемены. И такое краткое покаяние. Да, я сознаюсь, что я жила плохо. И после всего этого происходит встреча с Азазымом. Она видит этот сон в ночь на пятницу. Днём в годовщину своего знакомства с мастером приезжает в Александровский сад. Она свободна на три дня, потому что муж уехал в командировку. И есть опять такая скрытая ассоциативная связь двух романов. Потому что в романе мастера Низа собирается на прогулку, она тоже свободна, её муж уехал в Кесарию, и здесь тоже есть и служанка, и есть любовник Иуда. И что произойдёт с этим любовником после прогулки Низы? У Низы задание заманить Иуду в Гефсиманский сад. Так вот я смею говорить, что у Маргариты тоже задание. У неё две задачи. То есть она такой агент Воланда. У неё две задачи. Сделать так, чтобы роман был опубликован, потому что сам мастер из-за слабости характера на это не способен. И есть вторая задача. Передать мастера полностью Воланду в его вечное царство. И как Маргарита решает эту задачу, мы сейчас увидим. Вот когда Маргарита просит, да, отпусти меня, дай мне наконец свободу, дай жить, уйди из моей памяти, да, тогда я стану свободна, такая настоящая любящая женщина. И посмотрите, в какой момент появляется Азазелла. Идут похороны Берлиоза, да, вот идёт эта прощальная церемония, да, такой как бы крестный ход, да, вот идут все люди за гробом Берлиоза. Маргарита не знает, что Берлиоз организовал травлю мастера. Но Маргарита говорит о том, что она готова заложить дьяволу душу в тот момент, когда выносят тело человека, виновного в трагедии мастера, и человека, который первым встретил сатану в Москве. То есть такое тоже интересное совпадение. И вот мне было очень интересно прочитать анализ этой сцены у психолога. Это психологический сайт, это Леонид Огородов, это психолог. И это встреча Маргариты и Азазелла глазами психолога, когда психолог говорит, что вот эту сцену надо вставлять в учебник по психологии манипуляций. И разбирает всю эту сцену пошагово. То есть смотрите, Маргарита в кризисе. У неё постоянное чувство тревоги, у неё дискомфорт, она продолжает жить с мужем, которого не любит, говорит о том, что её драма в том, что не может от него уйти, потому что он ей не сделал ничего плохого. Мастер исчезает, она себя винит, она в полной неопределённости. И тут же у неё желание забыть мастера, сон. То есть вот всё это приводит её в ужасно возбуждённое состояние, а такое состояние абсолютно идеальная ситуация для вовлечения в секту. Её и вовлекают. Общая задача Воланда в отношении Маргариты – это гибель души, получить душу. Частная задача Азазела – заблечь её на шапш, заблечь её на этот балл. И плюс ещё звук барабана и немного фальшивящих труб, то есть такой прекрасный фон и звуковой, эмоциональный для появления нечистой силы. Всё замечательно. И что делают наши психологи? Вот они, кстати, сделали то, что не сделали литературы веды, хотя, наверное, это очевидно. Вот сейчас уже я думаю, что это очевидно. Взяли и собрали все ремарки Булгакова в этой сцене. И если смотреть на ремарки, связанные с Азазела, то получается, что оглянулся и сказал таинственно, значительно сказал, прищурив глаз, обиделся, смотрел, прищурившись, проворчал, заговорил громко, сухо ответил, неохотно отозвался, шепнул многозначительно, молча кивнул головой, вытянул ноги, гримасничая, в злобе зашипел. То есть эти ремарки говорят о чём? Что человек, ну, человек, извините, не знаю, как сказать, что этот участник диалога очень активен. Какие ремарки связаны с Маргаритой? Удивлённая, невольно спросила, поразилась, спросила и вдруг оскалилась, голос стал глух, щурясь, спросила сквозь зубы, удивилась, сухо сказала, побледнела, отшатнулась, разгневалась, побелела лицом, вернулась, тихо заговорилась, страдальчески сморщилась, беспрекословно повиновалась, моляще шепнула, бормотала покорная, покорно замолчала, вкратчиво спросила, в смятении громко воскликнула, и так далее, и так далее. То есть вы понимаете разницу, да, какая между этими участниками диалога, и действительно, только по этим ремаркам можно сказать, кто здесь кого подавляет, у кого здесь ведущая роль в этом диалоге. И дальше, дальше, вот пошагово психолог разбирает эту сцену. Я вот на некоторых, да, остановлюсь. Когда Азазелла говорит, ну, сказал, кого хоронят, то есть отвечает на вопрос, который действительно есть у Маргариты, да, и тут же говорит про голову. Понятно, что это совершенно неясная фраза, но эта фраза заставляет Маргариту проявить инициативу и вступить в разговор, да, и дальше, дальше, вот бросается такая фраза, полагаю, что об этом бегемота не худо бы спросить, ну, к чему тут этот бегемот, да, черт его знает, как там ее сперли, бегемота было бы не худо спросить. И вот, как говорит психолог, упоминание бегемота, это такой перегруз информации, да, это одна из техник гипноза, потому что Маргарита должна за это уцепиться, а при чем тут бегемот, а что за бегемот, то есть это та техника, которая позволяет дальше, все глубже и глубже Маргарите ввязаться в этот разговор, да, дальше Азазелла разжигает ненависть Маргариты к литераторам, да, а вот эта злость, которая возникает в Маргарите, это очень благодатная почва для манипулятора, да, если я злюсь на весь мир, если есть люди, на которых я злюсь, то мне очень легко с этим миром порвать, и, ну, приступает к делу как бы так, несерьезно, а вот меня прислали, чтобы позвать вас в гости, ну, вот вся эта история с иностранцем, и когда Маргарита уходит, да, предполагая, что это такой уличный сводник, очень грамотно ведет себя Азазелла, но он же не будет ей в спину говорить, вернитесь, он говорит, пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой, да, и цитирует фрагмент романа мастера, и вот в этот момент контакт между ними установлен на совершенно новом уровне, да, то есть Маргарита понимает, что перед ней носитель какого-то тайного знания, да, что он знает то, что для нее очень важно, и она еще пытается, вы смотрите, она начинает бормотать, она начинает оправдываться, моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, Азазелла с видимой скукой вот это все выслушивает, это действительно все никому не нужно, и смотрите, что говорит Азазелла, иностранец совершенно безопасен, и сопротивление Маргариты сломлено, но это же ложная информация, почему она ложная, этот иностранец абсолютно безопасен в плане секса, когда Маргарита говорит, я должна ему отдаться, Азазелла это тут же использует, он говорит, не-не-не, иностранец абсолютно безопасен в этом плане, но Маргарита-то об этом не знает, она верит в то, что он безопасен, а для души Маргариты он, конечно, опасен, но об этом речь не идет, и Азазелла заручается обязательством Маргариты ехать куда угодно, при этом сам никаких обязательств не дает, он намекает, ну, интерес-то большой, вы воспользуетесь случаем, смотрите, он не говорит ничего конкретного, дальше все за него договаривает Маргарита, вы намекаете на то, что я там могу узнать, Азазелла ничего не говорит, он только кивает головой, то есть он получает ее согласие ехать, и дальше по всем законам он должен получить это согласие трижды, и он таки его получает, он еще, что я вас полчаса уламываю, так едете? Еду, второй раз получено это согласие, и третий раз Маргарита дает это согласие, когда соглашается намазать, принять этот крем Азазелла, и вот тут она и третий раз соглашается, и в этом третьем согласии еще трижды говорит слово согласна, вот я согласна это все проделать, то есть она троекратно подписывается под этим договором, и Маргарита с одной стороны понимает, что что-то не так, что ее втягивают в эту темную историю, в какую-то темную историю, но она уже трижды согласилась на визит к этому иностранцу, картинка, которую видит Маргарита в этой ситуации, есть знатный иностранец, который может хочет секса, может не хочет, но подкупает золотом, потому что баночка с кремом золотая, и неопределенным обещанием, заметьте, ей этого обещания никто не дал, она сама это додумала, сверхъестественные свойства этого посланца, вот это его цитирование романа, еще какие-то проявления необычности, она просто вытесняет, если это заставляет меня тревожиться, я это вытесняю, я об этом не думаю, картинка, которую видит Азазелла, он молодец, он выполнил поручение, Маргарита продемонстрировала покорность, то есть сделан первый шаг к участию Маргариты, Маргариты в этом ведьминском шабаше сначала, а потом к участию в черной мессе, то есть в бале Воланда, но при этом сам Азазелла никаких обязательств никому не дал, и я еще раз повторяю вот этот слайд, где реплики Воланда, ой, простите, реплики Азазелла и Маргариты, что говорят литературоведы по поводу этой сцены, мне кажется, тут важно одно, что вот из, вот одно наблюдение мне показалось очень интересным, почему именно Азазелла? ведь потом с Маргаритой, скажем так, работает коровник, почему Азазелла? Вот эта роль Азазелла связана с древним ветхозаветным обычаем, именно Азазелла посылается соблазнить Маргариту, которая готова на жертву ради мастера, в Ветхом Завете Азазель – демон безводной пустыни, которому приносилась жертва, так называемый козел отпущения. Вот на него перекладывали все грехи народа, и козла отправляли в пустыню к демону Азазелю. Вот пустыня, разумелось, не только конкретное место, но и просто любое место пустое, страшное, несущее смерть. И по некоторым толкованиям вот этого козла сталкивали со скалы в пропасть, да, и вот этот Азазель, он и принимал эту жертву, и он, собственно говоря, и подталкивал эту жертву. Вот он в такой роли и выступает, да, он в такой роли и выступает. Он нужен, тут не справится ни бегемот, ни коровьев, он нужен для того, чтобы подтолкнуть Маргариту в пропасть, да. И когда Маргарита, намазавшись кремом Азазелла, вылетает, вот за те два часа, что отделяют ее до начала бала, она успела сделать очень много. Она разгромила квартиру Латунского, она купается в реке, да, то есть такой проходит своеобразный обряд крещения. Она встречается на кладбище с Азазелла, причем Азазелла на кладбище, само место кладбище, да, и Азазелла в черном плаще, то есть уже какое-то указание на мир мертвых. Она знакомится с Коровьевым, она принимает предложение стать королевой бала, и она знакомится с Волландом. Интересно, что когда она уничтожает все, что было у Латунского, то она уничтожает то, ради чего критик пишет все свои бичующие статьи. Вот это внешнее благополучие. Помните дом Грибоедова, да, дачи, квартиры, отпуска, хороший ресторан, все внешнее благополучие. Вот критик ради этого работает. И вот этого внешнего благополучия он теперь лишен. И когда Маргарита, вот еще один интересный момент, когда Маргарита появляется в нехорошей квартире, Булгаков дает такое описание. Комната оказалась небольшой, широкая дубовая кровать, дубовый на резных ножках стол, канделябор с гнездами в виде когтистых птичьих лап, в семи золотых лапах горят восковые свечи, большая шахматная доска с фигурками и так далее, и так далее. Еще один канделябр, ветви которого были сделаны в виде змей, в комнате пахло серой и смолой. Как мы помним, серо, да, такой адский запах. И люди, знающие, говорят, что вот это описание пространства Воланда, это описание церкви наоборот. То есть набор предметов и их расстановка напоминают алтарь православной церкви. И вот в этом надо разбираться, но вот люди, знающие, говорят так, да, и проводят аналогии. И это нам позволяет сделать вот такой общий вывод, что это действительно пространство церкви, пространство Бога, но только такой абсолютный негатив этого, да, все абсолютно наоборот. И, конечно, невозможно представить, да, чтобы канделябры в церкви были в виде когтистых лап или змей, да. То есть это тоже такие уже знаки нечистой силы. И мы добрались до последней презентации кульминационной сцены Бала. Значит, история Фриды позволяет нам понять, каким образом протекает жизнь гостей вне Бала. То есть они живут вечной жизнью и расплачиваются за свои преступления в преисподней. И уходят они с торжества, вот снова в ад, ожидая этот страшный суд. То есть бал – это такая их ежегодная отдушина, это их каникулы, они отрываются на этом балу. Дальше опять пойдут мучения. Но чтобы мы могли дальше вот как-то понимать, да, вот я такой маленький словарик православный, да, святые дары, тело и кровь Христа, имеющие вид обычных хлеба и вина, главнейшее христианское богослужение – литургия, евхаристия или святое причастие, да, и престол, стол, находящийся в середине алтаря. Да, именно на этом столе совершается вот евхаристия, да, ну это какой-то минимум, который надо знать. И еще, да, в этот же словарик мы должны понимать, что такое шабаш, это торжественные ночные собрания ведьмы, и Маргарита участвует в этом шабаше на реке. И мы должны понимать, что такое черное месса. И черное месса – это такой антипод христианской литургии, то есть главной православной христианской службы, да. И в средние века вот главное обвинение, которое выдвигали против ведьм и кулдунов, это как раз участие в черных мессах. Само описание бала напоминает черную мессу, да, то есть литургия наоборот. И здесь существенная роль отводится женщине. Но если черное месса проводится реальными людьми, в реальном месте, то бал у Воланда проходит в нематериальном пространстве и совершается не людьми. И этот бал совмещает в себе и черты черной мессы, и элементы шабаша, и плюс еще что-то совершенно новое, потому что гости-мертвецы из различных эпох вот больше нигде не появлялись. И в черновиках Булгакова есть выписки, которые говорят о том, что он читал известную книгу «Молот ведьм», а в этой книге описана сатанинская церемония посвящения нового человека в тайную секту. И вот там присутствуют бесы, там присутствует черный кот, который был ростом с собаку, там есть персонаж, который удивительно похож на Абадонну, с поразительно черными глазами, удивительной бледности мужчина, худой, истощенный. Но это просто описание Абадонны из романа. Там же приносится, как и в булгаковском романе, верховный демон появляется в самом конце церемонии на несколько минут, но бал у Воланда так несколько облагорожен. Никаких непристойностей, ведь Волан дает бал не рядовым грешникам, а таким избранным. И здесь, конечно же, присутствует жертвоприношение. Кого можно принести в жертву, если все мертвые? Можно принести в жертву только с живых. И с живых у нас два человека. Маргарита и ее жертва добровольно. И у нас есть барон Майгель, наушник и шпион, которого Воланд выбирает кровавой жертвой. И мы уже говорили о том, что Маргарита королевской крови. Вот она, Маргарита на балу. Королева Марго, как к ней обращаются. И вот Маргариту посвящают, крестят наоборот. Вместо купели – кровавый бассейн. Вместо белой одежды – ногота. Вместо креста – изображение пуделя. А вместо возрождения к новой жизни с Богом Маргарита приобщается ко всем грехам мира. Такое крещение наоборот. Во время бала Маргарита прилетает три круга. То есть она делает три круга. Это четко у Булгакова написано. И эти три круга мы можем рассматривать как три части и три действия этого бала. Первый круг. Я буду останавливаться только на каких-то деталях. Маргарита оказывается в тропическом лесу. И там красногрудые попугаи. Там какие-то колонны. И практически нет людей. Потом она видит стену из белых тюльпанов. И видит оркестр, которым дирижирует Штраус. Видит огромное количество цветов. Фонтаны, в которых плещется шампанское. То есть вот этот первый круг – такой тропический лес, который ассоциируется с Эдемом. Но в нем нет еще человека. Есть попугаи, которые тоже считаются колдовскими птицами за свою способность говорить. Колонны из искрящегося камня напоминают колонны древнеегипетских храмов, которые делались из искрящегося песчаника. И плюс еще в описании Воланда, когда Маргарита появляется перед Воландом, у Воланда есть такой знак, который тоже отправляет нас в Египет. Это большое изображение жука-скоробея, которое ассоциируется с миром мертвых. Но это его символика. И Булгаков создает, вот в этом первом круге, в первой части бала, Булгаков создает потрясающую предметную и такую осязаемую чувственную атмосферу. Бал упал на нее в виде света, в виде звука и запаха. И это действительно описано так, что ты видишь и цвет, и запах. Вот эти стены тюльпанов, роз, махровых камелий, шипящие фонтаны, льющаяся вода. И вот этот мир, который, как мы понимаем, и реален, но на самом деле он и видим, и слышим. И оркестр играет, и попугаи кричат, и время бала замедляет ход. То есть 10 секунд казались Маргарите очень длинными. Вторая часть бала – одни обезьяны. Причем играет обезьянь и джаз. Причем, по-моему, Булгаков собрал все виды обезьян. И орангутанги, и гамадрилы, и шимпанзе, мадрилы, гиббоны, мартышки. Потом Маргарита оказывается в чудовищном по размере бассейне. И вот шампанское, коньяк, она пролетает над стеклянным полом и видит там адские топки под этим стеклянным полом. То есть после этого она возвращается в зал с бассейнами, опять принимает кровавый душ. И там, где раньше играл оркестр Шрауса, она видит обезьянь и джаз. То есть такое беснование происходит. И видит эти адские топки. И это такая история рода человеческого. От беснующихся обезьян всех видов, которые видит Маргарита, снова в бальную залу, где она видит танцующих всех времен и народов. И все это таким единым потоком. И еще Маргарита видит это средневековое пиршество с устрицами, и различные страсти, и адские топки. И третья часть бала. Третья часть бала – это такая уже реальность, и настоящее время, когда она опять оказывается в бальном зале, но теперь в нем не танцуют. Гости оставили середину свободной. И Маргарита видит отрезанную голову человека. И эту отрезанную голову спрашивают, «Михаил Александрович, все сбылось, правда?» И каждому по его вере. И Михаил Александрович уходит в небытие. И Волан говорит, «А мне радостно будет выпить из чаши, в которую вы превращаетесь, я буду пить за бытие». И череп Берлиоза, простите, голова Берлиоза превращается в череп, у которого крышка открывается, как на шарнирах. И вот тут появляется барон Майгель, наушник и шпион, к которому подходит Абадонна, и уже нет барона Майгеля, алая кровь брызнула у него из груди. И смотрите, как складываются вот эти части. Полная безлюдность тропическому лицу, вариации страстей и разгула грешников, и дальше идет, и переходит все это к суду над современностью. Действия Маргариты на балу определены очень строгим регламентом. И любое отступление от этого регламента, как в истории с Фридой, вызывает протест Коровьева, который является практически распорядителем этого балла. Все находятся рядом с Маргаритой, все занимаются тем, то есть задача Маргариты принести себя в жертву, подставить свое колено, подставить свою руку, задача Свиты организовать так, чтобы не было никакого затора в этой огромной череде гостей, и Свита прекрасно справляется. Зачем нужна была живая королева? Вот зачем? Безусловно, это испытание Маргариты, но мертвецам на балу веселиться тоже не очень легко и просто. И мертвецам нужна энергия. Эту энергию они могут получить только у живого человека. И вот почему Маргарита так смертельно устает? Ведь Булгаков описывает это целование колена, и он описывает физические страдания Маргариты от вот этих поцелуев. Какое-то время ее поддерживает кровавый душ, такой животворящий источник. То есть Маргарита – источник живой энергии, от которой эти мертвецы заряжаются. И Булгаков подчеркивает вот эту страдальческую роль Маргариты. И Наташа появляется рядом с Маргаритой с губкой. Слово «губка» – это тоже слово, наполненное ассоциациями, потому что предлагали Иисусу Христу, подносили к губам губку и предлагали раствором, которым пропитана губка, уменьшить страдания. Иисус Христос отказывается, Наташа появляется возле колена Маргариты с губкой. То есть роль Маргариты на балу у сатаны – это такая искаженная миссия Христа. Это пародия на роль Христа, пародия на добровольную его жертву, на сошествие Христа в ад. Был такой эпизод. На воскресение мертвых – День страшного суда, потому что воскрешают те, кто совершенно не достоин воскреснуть. Маргарита стоит на возвышении, она уподобляется святым дарам, а значит, олицетворяет для всех, кто к ней прикасается, такого жизнедателя. Но, если Иисус Христос приносит себя в жертву, потому что верит в Бога и идет на страдания ради спасения человечества, Маргарита приносит себя в жертву, потому что верит в дьявола и надеется спасти точно не человечество, а исключительно одного человека, своего любовника. Ну, как и положено, появляется хозяин бала. Он появляется в конце, и именно в том виде, в каком был спальне. Грязные заплатанные сорочки, в стоптанных туфлях, прихрамовая шпага для него, как трость, на которую он опирается. Когда происходит метаморфоза, когда исчезает эта заплатанная рубаха и стоптанные туфли, и Волант оказывается в какой-то черной хламиде с стальной шпагой на бедре. Когда он выпивает из чаши, мы помним, то есть это череп Берлиоза, кровь барона Майгеля, которая, как говорят Маргарите, уже превратилась в вино. То есть вино для причастия, почему такое причастие? Вино для причастия сатаны это кровь доносчиков, предателей, подлецов, вместилище для этого вина, чаша, в которую превращен череп человека, который еще недавно на земле обладал властью и был гонителем таланта. И вот это вино, оно приводит к потрясающей метаморфозе. Барон Майгель, безусловно, такая репродукция Иуды. И когда говорят, что кровь барона Майгеля, это уже не кровь королева, кровь пролилась землю, и там, где она пролилась, там выросла виноградная лоза, там сад. Иуда был убит именно в Гефсиманском саду, и кровь его пролилась там, где Христос молился о чаше. И Иуда уподобляется барону Майгелю, или барон Майгель Иуду, еще своей любознательностью и подлостью натуры. Помните, что Иуда все время задавал какие-то вопросы Ешу, и Ешу отвечал этому доброму человеку. И вот барон Майгель тоже все хочет узнать, вынюхать и донести. То есть вот так сливаются образы, сливаются времена, и такая очень интересная ассоциативная связь. То есть если в реальной церкви при совершении Таинства Евхаристии вино превращается в кровь Христа, то на балу Воланда кровь под лица превращается в вино. Все наоборот. Вот все наоборот. И если мы вспомним символику винограда в романе, то мы увидим, что это страшная символика. Люстры на балу, светильники на балу у Воланда сделаны в виде хрустальных виноградных гроздев. Виноград вьется в клинике Стравинского, и виноград будет подниматься до самой крыши в месте вечного покоя мастера. Плюс песенку про виноград поет один из разбойников, распятых на кресте, когда он уже сходит с ума. То есть виноград, тема винограда и тема вина это тема далеко не радостная. И когда Маргарита приобщается к этому черному братству, она совершает окончательный переход в ведомство Воланда. Вот когда-то она только сказала, заложила бы душу с радостью, все, уже отдала. Вот она приобщилась к этому черному братству, на ней в физическом плане кровь всех поколений подлецов, убийц, отравителей. И поэтому Волан так язвительно отвечает на просьбу Леви Матвея. Когда Леви Матвей говорит, что вот вы ее-то заберите с собой вместе с мастером. И Волан достаточно язвительно говорит, но без тебя мы бы никак об этом не догадались. Да ее и не надо особо с собой забирать, она уже с ними, она уже принадлежит сатане. Поэтому тут даже особых действий делать не надо. И осталась вторая задача у Маргариты, вторая задача, чтобы к сатане перешла не только ее душа, но еще и душа мастера. И она эту задачу выполняет. Она уговаривает мастера, и он говорит, согласен искать там у потусторонней силы, согласен. И именно в этот момент появляется Азазелла. Вот такая параллель. Дьяволу бы заложила душу, согласна на все, появляется Азазелла. Мастер говорит, согласен. И вот это просто волшебное слово, согласен. Смотрите, трижды Маргарита говорит, согласна, согласна, согласна. Мастер говорит, согласен. И Маргарита уговаривает мастера перейти вместе с ней под покровительство сатаны. В самом мастере очень много рефлексии и скепсиса. Он болен и подавлен. Он роман свой не любит. А Маргарита безрассудно и отважна. И Маргарита получает от Воланда вот этот дар успокаивать и увещевать. И она научилась самому главному. Она побеждает сопротивление мастера самым главным и самым нужным состраданием к его горестям, сочувствиям и жалостью. Смотрите, какой фрагмент. Она подползла к коленям мастера. Глядя ему в глаза, стала гладить голову. Как ты страдал, мой бедный. Об этом знаю только я. Теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь, что все будет хорошо. И мастер соглашается перейти под власть потусторонней силы. И вот тут и приходит это зазывала. И вот, как я вам говорила, две задачи у Маргариты. Подталкивать на публикацию романа и передать мастеру Воланду. В общем, практически все выполнено. То, что роман не был опубликован, это уже не вина Маргариты. И мне кажется, что в контексте этого романа фраза «Опрогнать меня ты уже не сумеешь», «Беречь твой сон буду я», мне-то кажется, что это звучит весьма зловеще. Ну, вот такая получилась Маргарита. Все. Есть ли у вас вопросы? Тишина. Мне так не хватает такой вот голосовой обратной связи. Пожалуйста. Я очень переживала и очень боялась, потому что традиционный образ Маргариты это вот вся эта настоящая верная вечная любовь. Но я хочу вот обратить ваше внимание на что. Я ничего не анализирую. Я показываю текст. То есть я могу пояснить какие-то исторические, историко-культурные ассоциации, да, с помощью чужих книг. Но вот я просто показываю текст. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я еще раз говорю, что две книги, которые мне очень помогают. Это книга Баркова «Метла Маргариты», вот так показываю. Это книга Татьяны Поздняевой «Воланта Маргарита». Они есть в электронном виде, их можно купить сейчас и заказать в интернет-магазине. И на самом деле я сама ученик. Я училась по другим книгам. У нас осталось с вами, да, я училась и по этим книгам, и по другим. И моя заслуга, я всегда говорю, только в одном. Я это превратила в вид, ну, такой методически, в такой вид, который методически удобно использовать, да, который можно использовать, да. Так, я вот не очень поняла, что такое можно сделать доступными хотя бы схемой по презентациям. А что такое схемы по презентациям, Тамара, можно мне объяснить? Значит, у нас осталось два вебинара. Один вебинар, в следующий раз мы говорим о мастере, о его земной жизни, о его вечной жизни, и разбираем подробно каждую деталь вот этого как бы хэппи-энда. И последний вебинар – это «Время в романе». Рассматриваем все временные детали, он такой очень интересный с точки зрения истории, и говорим о том, как показаны москвичи в романе. Так, мое схематическое сопровождение презентаций. Я не могу сказать, что мне стало очень понятней, еще понятней. Я сейчас подумаю. Вам нужен такой вот типа путеводителя по презентациям, но вот у нас четко обозначены темы каждого вебинара. И на каждом вебинаре вот эта тема и раскрывается. И если мы посмотрим… Вот сегодня я вам показывала… Вот план сегодняшнего семинара, и эти презентации, они так и шли. Вы хотите какой-то тезисный план? Нет. Тамара, мы с вами можем пообщаться вот через эту группу ВКонтакте. Да, просто я пойму, что вы конкретно хотите. Но я не думаю, что они объединяют значимость презентации. Объясню, почему. Потому что когда вы будете… Почему появляются схемы? Знаете, несмотря на то, что… Ну, вы понимаете, что я этим материалом владею хорошо. Но я должна вам сказать, что, во-первых, невозможно прочитывать все слайды. И если мы рассчитываем на наших учеников, вот они точно не будут читать. А озвучить схему и оставить вот как-то такой зрительный образ схемы, да, мне кажется, это проще. И когда я, как ведущая этого вебинара, смотрю на схему, мне достаточно бросить секундный взгляд, чтобы я поняла все, что я должна говорить по этому слайду. Ну, Тамара, конечно, можно сделать скриншоты. Но я хочу вам сказать, что в том комплекте презентаций, которые люди покупают, полторы тысячи слайдов. Не замучаетесь делать скриншоты? Поэтому, конечно, в общем, можно любой вебинар отскриншотить. Но это очень долгое действие. Ну, вы мне просто, Тамара, поподробнее расскажете, потому что то ли я сейчас вот после такой работы долго ничего не понимаю, да. Вот. Потому что то, что я не буду больше ничего делать дополнительно, это я вам сразу скажу, потому что то, что вы видите, ну, мы же с вами все взрослые люди, вы понимаете, что за этим стоит, вот я не буду кокетничать, за этим стоит огромная работа, огромная. То есть на самом деле это не гипербола, что я не сплю, не ем, я живу только вот, сейчас живу только этим романом. Спасибо семье, которая это терпит. Поэтому ничего, вот оно сделано, да, и я еще раз говорю, что да, может быть расхождение с теми версиями, которые вы покупаете, потому что было бы, вот понимаете, если я ответственно отношусь к своей работе, было бы, ну, неправильно не корректировать это для подачи во взрослой аудитории. Было бы неправильно, прочитав новую книгу, то есть мне было бы гораздо проще жить, я прочитала новую книгу, ну и ладно, ну нет этого в презентациях и нет, ну и хорошо. А я стараюсь это все добавлять. Поэтому, конечно, какое-то расхождение может быть, но я думаю, что мы после всех шести вебинаров этот вопрос решим, так, чтобы всем было хорошо. Да, вот мой муж Ягинцев Юрий, я уже тебя, Юрий, перепутала, вообще имя с фамилией, понимает, что это огромный труд. И вот день начинается и заканчивается романом мастера Маргарита. Не-не-не, Татьяна, вот, да, спасибо нашим семьям. Вот, Татьяна, я сразу хочу сказать, и поверьте, что я не кокетничаю. Вот я здесь совсем не выступаю в роли педагога, потому что если бы я делала, вот семинар называется «Опыт прочтения» и только, потому что если бы я делала семинар, который показывал бы, как эту информацию донести до детей, и выступала бы там действительно не в роли лектора, а в роли педагога, я бы там действительно была бы гениальным педагогом. То есть это другая история, как донести эту информацию детям. То есть тут я выступаю в роли хорошего лектора. Потом, может быть, да, мы поговорим о том, как донести эту информацию до детей. Коллеги, всем спасибо за терпение ваше, которым я злоупотребляю, но я все-таки смею надеяться, что не зря. Спасибо огромное. Все, я запись выключаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...